Что сын их больше не вернётся и не приедет погостить. В углу заплачет мать-старушка, слезу рукой смахнёт отец. И дорогая не узнает, какой танкиста был конец. И дорогая не узнает, какой танкиста был конец. И будет карточка пылиться на полке баржи втепших книг. В танкистской форме при погонах, и ей он больше не жених. Может, Саня, мы с тобой последний раз разговариваем? Дело тебе предстоит нелёгкое, но я в тебя верю. Спасибо, товарищ подполковник. Счастливо тебе. А водку с экипажем ты всё-таки не пей. Я её совсем не буду пить, товарищ подполковник. Ваша доля, лейтенант. А чего её нюхать-то? Правильно. Хоп! И вдом. Это не самоконка, а слеза Христова. Вот так. Понятно? Понятно, товарищ гвардия младший лейтенант. А мы ему больше всех налили. А как женаче? Он же наш командир. Кто вам дал право обсуждать мои действия? Сократите разговоры! Слушай, боевой приказ. Мы придаёмся танковому полку. Все 40 километров марша придётся идти на предельной скорости. Всякое отставание будет рассматриваться как трусость. Если машина будет плохо подготовлена, пеняйте на себя. Понятно? Понятно. Грязище-то на ногах. Чем занимаемся? Да. Работаешь, как зверь. Чистишь машину, как проклятый. А другие её только загаживают. Это кто другие? Паразит. Что? Помпотех, гад. На ветоши экономит. Нашёл, на чём экономить. А если мне командир будет рацию гонять, аккумуляторы сажать, мне придётся помпотеху доложить. Да. Чей противогаз валяется? А, это гвардия младшего лейтенанта Малешкина. Перекур. Перекур. Ну, не мочайся же ты. На. Да не будет ничего. Ура. 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 Но он за елки.